Москва-Баку сегодня. Коротко о главном. Чем запомнится сегодняшний день. Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии нового железнодорожного вокзала в бакинском поселке Сабунчу. Это вокзальный комплекс, который стал отправной точкой новой железнодорожной линии Баку-Сабунчу. В Сабунчу глава государства пообщался с жителями, ответил на их вопросы, а также заверил, что повышение пенсии, зарплаты и пособий граждан – это один из вопросов на повестке дня государства. Также президент посетил магазин на Сабунчинском вокзале, изучил его ассортимент и пообщался с продавцами и покупателями. Глава государства совершил небольшое путешествие на пассажирском поезде, доехав до вокзалов Бакиханов и Кишля. Сегодня же первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева и вице-президент фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетили в Сабунчинском районе Баку поселок Кюрдаханы. В местной школе номер 113 они поговорили с учителями и учениками. По итогам визита первый вице-президент поручил провести ремонтные и реставрационные работы в школе. Сегодня в МИД Армении обвинили Азербайджан в ксенофобии и расизме. Глава пресс-службы армянского внешнеполитического ведомства Анна Нагдалян выразила обеспокоенность в связи с сообщениями о якобы имеющих место запретах со стороны Азербайджана в выдаче виз гражданам с армянскими фамилиями. Цитата «Проявление расизма и ксенофобии не должно быть нигде. В этом плане запрет на въезд болельщиков с предположительно армянским происхождением не что иное, как очередное проявление расизма», заявила Нагдалян. Также она добавила, что если Баку даст гарантии безопасности армянскому игроку английского арсенала Генриху Мхитаряну, то в Армении не против его участия в матче финала Лиги Европы у Ефа в столице Азербайджана. Напомним, ранее МИД Азербайджана неоднократно заявлял, что предоставит все гарантии безопасности во время пребывания Мхитаряна в Баку. То, что в Ереване решили снова поднять тему безопасности, несмотря на неоднократные заверения Азербайджана, эксперты сочли пропагандистским ходом Еревана и желанием создать негативный фон вокруг бакинского финала Лиги из политических побуждений. В итоге сегодня Арсенал официально заявил, что Генрих Мхитарян пропустит финал Лиги Европы у Ефа в Баку. Отметим, что Азербайджан регулярно проводит международные мероприятия самого высокого уровня в спорте, культуре и политике, в которых в том числе не раз принимали участие и представители Армении. Также стоит отметить, что Азербайджанская республика неоднократно ставилась многими государствами в качестве премьера страны мультикультурной и толерантной, в которой бок о бок проживают представители разных национальностей и вероисповеданий. Так что, по мнению экспертов, Армения, как государство моноэдническое, а также выступающее в качестве страны-агрессора в Карабахском конфликте, вряд ли может говорить о расизме и ксенофобии. Суд в Армении прекратил производство по уголовному делу в отношении экс-президента страны Роберта Кочаряна. Уголовное дело прекращено также в отношении бывшего вице-премьера Армении Армена Геваркяна. Экс-министра обороны страны Сирана Аганяна и бывшего генсека УДКБ Юрия Хачатурова. Тем не менее, рассмотрение дела продолжается, оно передано в Конституционный суд Армении. Напомню по версии обвинения, в марте 2008 года Роберт Кочарян применил войска против мирных протестующих. Одним из участников тех событий со стороны оппозиции был нынешний премьер Армении Никол Пашинян. Как только суд в Ереване освободил Кочаряна из-под ареста, Никол Пашинян объявил о начале, цитата, «самого главного этапа революции в Армении» и распорядился заблокировать здание всех судов по всей стране. Также премьер Армении заявил о заговоре вокруг Карабаха. Дело в том, что одним из сторонников освобождения Кочаряна выступил лидер карабахских сепаратистов Бако Саакян. Он присутствовал на судебном заседании, а ранее подписал бумагу в защиту Кочаряна. Под его поручительство Роберт Кочарян и был отпущен на свободу. Как сообщают армянские СМИ, Никол Пашинян остался недоволен этим шагом и потребовал отца Океана объяснений. Глава сепаратистов же ответил, что его поступок не имел политического подтекста и является проявлением гуманизма, основанного на дружеских отношениях. Выставка советского и российского художника-монументалиста Зураба Церетели едет в Баку. Она откроется 22 мая в столичном центре Гейдара Алиева. В экспозиции известного мастера будут представлены более 30 произведений, скульптуры и картин, привезенных из Москвы, Тбилиси, Лондона. Напомню, Церетели родился в 1934 году в Грузии и окончил Тбилисскую академию художеств. С конца 60-х годов он получил широкое признание и государственные заказы. Его монументальные скульптуры воздвигнуты в Лондоне, Москве, Нью-Йорке, Париже, Риме, Токио и других городах. Выставка в центре Гейдара Алиева продолжится до 25 августа. Напомню, что накануне открытия выставки Церетели в Баку президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении художника орденом Даст-Лук, то есть Дружба, за эффективную деятельность по укреплению культурных связей между Россией и Азербайджаном. На этом у меня все. Еще больше информации на портале москва-баку.ру. Хороших вам новостей!